Мужчины же разные бывают, некоторые дагестанцы вообще. Ну ладно. Итак, уважение к мужчине означает мягкий и уступчивый подход. Если женщина поняла свою силу, она вообще как сыр в масле купается в семье. В ней вообще нет никаких проблем. Она не чувствует, что ее зажимают, мучают. Понимаете, мучение начинается, когда она бросается на абразуру. Женщина не должна быть Александром Матросовым, понимаете. То есть не надо закрывать абразуру своей груди, понимаете. То есть надо просто понять, как вести себя с мужчиной. Я это понял, кто такой мужчина в грани детстве. Я когда в детстве приехал к бабушке с дедушкой, то у них были куры. Я начал гоняться за курицами. А одна курица, она сидела на яичках. И она не смогла от меня убегать. Она сидела там. Если курочки бегают, это значит, что яичек нет. Но когда курочка бегала, это значит, что у нее яички уже. И вот я этого не знал, мне было три года всего. Я как бы подошел к этой курочке, пытался ее гонять. И она сидит такая, она хлопучивает. Начала звать петуха, рука. Отходит мужик. Подпрыгивает. И клювом в лоб не. Я такой раз, готов лежу. И это первое знакомство с мужчиной, как в отношении у меня в жизни получилось. Что вы делаете? Опыт. Понимаете, мужчина это мужик, понимаете? То есть он петух. То есть если ему войну объявляет, он пошел кой. Понимаете, по барабану как бы то, чего, зачем там. Он просто воюет и все. Потому что это мужская природа. Женщина не должна делать вызов мужчине, понимаете? Даже просто даже в воспитании ребенка. Если она, я тебя накажу. Отец может так говорить. Женщина не должна так говорить. Если она ему такое говорит, тут сразу раз, боевой дух, понимаете? Женщина заметили, что с мальчиком справиться невозможно силой. Заметили? Что он начинает такое говорить. И с ним ничего не сделаешь. Так или нет? Да. Даже вот он еще три года, и что с ним не сделаешь? Потому что мужская природа начинает действовать. Все. Он начинает. И как он? Он маленький еще, да? Он может быть драться не будет. Но что он будет делать? Он будет. А-а-а. Там что-нибудь такое делать. То, что он может делать. Вот что может, то и делает. Понимаете? Но уступить не уступит никогда. Понимаете? Так действует мужская природа. Поэтому женщина не должна с мужчиной так себя вести. Мягкий уступчивый подход. Можно быть строго. Это факт. В чем строгость женщины заключается? Губки сжала. Пошла, закрыла дверь. Все. Три дня не разговариваем. Вот строгость женской работы. Это очень мощно. Крайник закрыла энергии любви. Мужик сразу. Туда и сюда. И так. Борткоп с этой стороны. Все. Он не может же без энергии любви жить. Крайник закрыла. Все. До свидания. Вот такая система. Больше ничего не надо делать. Строгость хотите? Вот так строгость проявляется. Мужчине нравится, что женщина так себя ведет. А как это в себе пробудить? Пробудить? Ну да. Вот эту строгость. Снанием. Снанием. Понимаете, в нашей культуре люди думают, что сначала надо это почувствовать, а потом уже делать естественно. А веды говорят все наоборот. Надо сначала все делать искусственно. Просто потому, что так говорят старшие. Делать все из чувства долга. Это действие из чувства долга приведет к тому, что ты увидишь, как это работает. А потом у тебя в это появится вера, и тогда ты естественно начнешь так делать, и потом это у тебя все пробудится. А мы хотим, чтобы все раз, и сразу я вот так вот такой стал. Не бывает такого. Надо сначала все делать без чувства долга. Быть смиренной внешне только. Ну и по факту, если уж честно, женщина вообще-то и не может быть смиренной. Женщина не может быть смиренной. У нее нет смирения. Смирение это мужское качество вообще. Ровно, смирно. Та-та, марш. Раз, два, три, четыре. Сорок мужиков могут в одной квартире и жить без проблем. Две женщины нет. Загрызут друг друга. Берешь-ка территории. Поймите, что женщина, внутренний цилиндр очень твердый, а не преклонный. Но смирение означает понимание вещей. Женщина просто так себя ведет, потому что так надо себя вести. Не то, что она прям подчинилась. Женщина не может подчиняться. У нее независимая природа. Женщина, она хочет все контролировать. Поэтому ей трудно работать где-то на работе, когда я там... Я что сказала? Там... Ну, как мне это терпеть? Домой приходит. Я не могу там работать, на меня там кричат. Почему? Потому что она не может подчиняться природе женщины, неподчиняемая. Но если женщина ведет себя правильно с позиции знания, то она решает все вопросы с помощью мягкого, уступчивого подхода. Потому что, если она захочет, она может подчиниться кому угодно. На то время, на которое надо подчиниться. Ей нет проблем это сделать, когда надо. И именно так надо жить. В этом заключается знание. Подчинитесь, потому что так надо, и все. И мужчина будет уважать вас. Вот у мужчины подчиненная природа. Но мужчина подчиняется только в том случае, когда он видит подчинение. Когда вы подчинились мужику, вы подчинились ему одну секунду, а он будет вам подчиняться весь день. И он сам даже не заметит, как он будет вам подчиняться весь день. Им будет просто нравиться так жить рядом с вами. Вы ему скажете, хочу то, хочу все. И он будет все выполнять, потому что он чувствует, что она меня уважает, она подчинена мне. Система ясна. И всем нравится главное. Такая система всем нравится. Думаете, мужчине не нравится? Мужчине не нравится еще больше. Мужчина щедрый по природе. Смотрите, есть разница в психике мужчины и женщины. В чем она заключается? Женщине легко служить близким людям. Она может полы помыть, порезать там. Легко служить. Так? Но отдавать свое ей тяжело. Уступать своей позиции в жизни. Отдавать свою территорию. И так далее. Мужчине тяжело служить. Вот его заставить по уму идти. Он такой вот. Сейчас у тебя зовут. Вот. Он может делать хорошо то, что ему нравится. Мужчине. Ему что-то нравится. Если ему пол нравится, он будет каждый день умыть. Такое бывает редко. Но некоторым мужчинам что-то нравится подобное. Допустим, нравится мыть посуду. Он стоит и моет целый день эту посуду. Уже туда не зайдешь на кухню. Ну, нравится он будет это делать, но больше ничего не будет делать. Его не заставят что-то другое делать. Что он нравится, то и делает. Сказать, ну ты посуду моешь, но еще пол помоешь. А он скажет, ну нет. Понимаете, мужчина легко делать то, что ему нравится. Ему тяжело служить мужчине. Ему легко делать то, что ему нравится. Служить тяжело. Женщине легко служить. Ее просит кто-то. Говорит, сделай то-то. Она раз, пошла сделает. Нет проблем. Ей легко служить. Мужчине просит сделать то-то. Он... Ему тяжело. У нее другая природа. Но мужчина... Ему легко отдавать то, что он имеет. Вот он зарплату отдал и забыл. Но женщине отдавать то, что она имеет, очень тяжело. Мужчина щедрый по природе. Он может все отдать, если ему подчиниться. Если женщина себя ведется неверно, он все отдаст. Ну, что не жалко. И сапфиры, и алмазы, шинчурки, и бирюзу. Да, знаете? Все отдал бы вместе сразу за красивые глаза. Такова природа мужского характера. Он все отдает сразу просто за чисто проявление свирения, нежности, любви. Женщина не может ничего отдать. Если ей что-то нравится, она не может отдать. Просто за красивые глаза. Но служить нам может. Видите, как Бог так устроил, что мы разные и можем легко дополнять друг друга. Но проблема заключается в том, что мы не хотим дополнять друг друга. Мы хотим отстаивать свое. И поэтому эта разница становится камнем преткновения. Вы говорите, мы несовместимы. Это не несовместимость. Это не желание действовать правильно. Любой мужчина с любым женщиной, с любой женщиной, любой мужчиной несовместимы. Несовместимы. Почему? Потому что у них разная природа. И если они начинают друг другу служить, а это аскеза. Что значит служить? Служить, а значит оставить свои интересы. И действовать во имя интересов близкого человека. У него есть своя позиция в жизни. Он говорит, вот так надо делать. Скажите, да, я согласен. Или, да, я согласен, скажите жене. С этого начинается любовь, совместная жизнь, счастье, гармония, успех, всего, все, что хотите. Только с этого. Это аскеза. Уступить. И вы думаете, Алекинач, а вдруг он обнаглеет? Обнаглеет обязательно. Это нормально. Давайте я вам сейчас расскажу тонкий механизм победы в семейной жизни. Смотрите, когда человек начинает уступать, первое, что происходит, близкий человек захватывает пространство ваше. То, чего боялись, то и происходит. То есть вы уступаете, он наступает. Это первое, что происходит. Но уступать означает любить. А любовь это самая непобедимая сила в этом мире. Никто не может противопоставить любви. Вы как-то задумывались над тем, можете ли вы быть неблагодарными, когда человек что-то очень щедрое и бескорыстно для вас делает? Можете ли вы быть неблагодарными? Можно заставить себя сказать, а я неблагодарный все равно. Можно? Нет. Даже если человек нагреет, все равно в его сердце благодарность за то, что близкий человек отдает себя. За то, что он действует честно, чисто в отношении. Это такое неповторимое качество. Настолько любовь подкупает, она настолько сильно действует на психику близкого человека. Но это действие сначала идет подсознательно. Айсберг тает снизу, а сверху, как он стоял, так и стоит. Потом он переворачивается резко и начинаются другие отношения. Так устроена семейная жизнь. Сначала человек всегда стоит на своих кораблях, на своих интересах и наступает. Ты отступаешь, а он наступает. Но благодарность в его сердце растет. Благодарность это штука, которая открывает разум по отношению к другому человеку. Вместе с разумом открываются ушки. Люди в основном не слушают друг друга в семейной жизни. Без служения послушания не будет. Вот ушки открываются, когда кто-то кому-то начинает служить. Если вы служите близким человеком, уступаете ему. Приходит время, и он чувствует благодарность к вам. Но обычно этот момент наступает через небольшой кризис. Если вы служите близкому человеку, и он наступает на вас, нагреет, то надо отступать столько, сколько можете. А потом в какой-то момент надо просто дистанцироваться от него. И пройти три стадии отрезвления. Первая стадия, он будет наглеть и отстаивать свое. Вторая стадия, он будет всю-всю-всю приблизить и отстаивать свое. Типа, все нормально, ничего страшного. Четвертая, третья стадия, он отрезвеет и выйдет на искренний разговор. И так как уже благодарность есть в его сердце, вам надо сказать, «Посмотри, я действую так, как ты хочешь. Действую на твое благо. Я потому что хочу научиться тебя любить». Мне многого не надо. Важно, чтобы ты только понимал, что я вот даю свои силы для тебя и уважал меня как личность. Старайся не вести себя так, чтобы у меня пропадало желание вот так заботиться о тебе. Это будут первые слова, на которых вы на его территорию не наступаете, а просто отстаиваете свою. И так как ушки уже на полной благодарности, он начнет слушать вас. В рейку смотрятся облака, и я тоже в рейку смотрю. Вдруг чувствую, как в любимой руках берет нежно руку мою. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? «Нельзя же молчать, упрямо молчать, и часы-другой подряд». То есть отношения начинаются с этого. Люди идут друг к другу навстречу после какой-то паузы, после разлуки. Эта разлука необходима всегда в выяснении отношений. Но проблема заключается в том, что люди, они не могут сделать эту разлупу, потому что они хотят наслаждаться счастьем от близкого человека. И вот это желание наслаждаться счастьем от него сильнее, здравого смысла. Люди идут друг к другу и выясняют отношения, и выясняют отношения. И даже если двери закрыть, они пытаются их открыть. Ломают двери, чтобы идти и опять выяснять отношения. Это безумие. Надо в этот момент, когда нужно отстраняться и быть в одиночестве, нужно решать вопросы через сердце. Нужна молитва, человек должен молиться и думать о близком человеке. Думать, прежде всего, о Боге, о святости. И вот понимать, что это для отношений. Постепенно отношения чище, чище станут. И тогда уже, естественно, можно все решить. Когда вы почувствуете, что... Мне все время кажется. Почему так кажется? Между мной и головой. Ниточка. Завяжется. Понимаете, вот эта ниточка, когда чистые отношения пойдут, тогда все, можно уже решать вопрос. Но до этого нельзя. Нельзя внешним, искусственным способом добиться своего. Итак, первый шаг – это шаг в пропасть. Я просто служу близко у человека. Потом он наглеет. Потом он становится благодарным просто внешне, внутренне. Это невижен даже внешне. Но вы заметите, что он прислушивается к вашим словам. Раньше не прислушивался, а сейчас прислушивается. Потом следующая стадия будет интересной. В какой-то момент вы увидите, что он начнет откровенно себя с вами вести. Он начнет вам открывать сердце, говорит какие-то вещи, которые раньше не говорили. А вы не используете его открытость и откровение для того, чтобы его зажать в угол и сказать ему, сколько вы трудились над отношениями. Теперь пусть он трудится сам. Нужно просто выслушать, поддакивать и не трогать его, не воспитывать. Дальше постепенно у него появится желание что-то делать для вас. Айсберг начнет переворачиваться постепенно наоборот. Теперь я вам хочу сказать одну важную вещь. Как вы думаете, друга можно на лекцию привезти или нет? Можно. Просто пойдем на лекцию. Все, он пойдет. Друг. Мужа можно на лекцию привезти? Невозможно. Жену на лекцию можно привезти? Невозможно. Она придет, послушает и уйдет назад. Не будет слушать. Лучше будет закрыт. Ребенка можно на лекцию привезти? Нет. Почему? Потому что в близких отношениях воспитание не работает. В близких отношениях работает только любовь. Если вы будете просто жить и вот смиренно очень действовать как надо рядом с близким человеком, постепенно в его сознании со временем придет понимание правильное, и он сам пойдет на лекцию. И он сам поменяет свою жизнь. Не мучайте близких людей, не доказывайте им, как правильно жить. Вы испортите отношения и разрушите семью. Дайте им возможность жить так, как они могут и хотят. Оставьте их возможность жить с их взглядами и интересами. Просто любите их, уступайте им. Действуйте как надо правильно. Уступайте им и давайте им возможность жить, как они могут. Придет время, жизнь поменяется. Расскажу вам, как в отношениях со своей женой мы решали вопрос раннего вставания. Ну вы знаете, что я как бы фанатик раннего вставания. Я всегда стараюсь вставать рано, в зависимости от своих возможностей. То есть когда перелеты длинные, я могу вставать, допустим, в 6. Дома, когда я имею хорошее здоровье, я могу в 4 вставать, допустим. Иногда, когда я сильно устал, я могу даже и в 8 встать. Потому что раньше просто не могу, то есть усталость не дает возможности. Но я стараюсь вставать рано. Но женская природа другая. Что такое женская красота? Женская красота означает расслабленность. Женщина входит в гармонию со всем. Она не напрягает обстановку, а расслабляет обстановку. Так как женщина расслаблена, поэтому ей очень трудно прилагать волевые усилия по отношению к себе. Потому что женщина добивается всего гармонией, а не силой. У нее совсем по-другому психика устроена. Поэтому женщина, она очень склонна спать на кровати, а не вставать с нее. Если как бы взять вообще кровать и как бы отношение к кровати с женщиной и женщиной с кроватью, надо понять такую вещь, что женщина на кровати как рыба в воде. Понимаете? Да не то, что мужчина на кровати. Да женщина ложится на кровати, это такое место необычное для нее, на котором она чувствует себя очень хорошо. Она может на кровати книжку даже читать. То есть кровать это для нее такое место, в котором она фактически живет. Я правильно все говорю женщине? Да, то есть кровать такое место для нее очень хорошее. Но кровать для женщины важное место вообще в партии. Чем больше кровать, тем лучше. Вот. И представьте, как бы с этого места ее надо отрывать потом. Это же нереально. Тем более, женщина по природе очень расслаблена. И ночь это женское время суток, а день мужской. Наступает ночь. Зовет и манит, мысли новые таян. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Женские песни такие. Вот. Единственный способ разбудить жену, это очень мягкий, уступчивый подход. Я пытался жене объяснить режим дня, лекции, мечтать. Она посмотрела на меня, ты лекции читай там у себя. Это не надо лекции. Завтра это нормально, это все другое дело. Я говорю про лекции. Вот. Ну то есть как бы она была не согласна с тем, что я ее пытаюсь заставлять встать с постели. Но когда я понял свою ошибку, что женщину не надо заставлять, это вообще в принципе неправильно. Только поласковый подход, как бы добрый подход дает возможность женщине вдохновиться на что-то. Когда женщина слышит строгость, ее воля зажимается в комок, и она вообще теряет себя в это время. И разные женщины по-разному как бы на это реагируют. Одни плачут, другие искру мечут. Третьи отгораживаются от мужчины, перестают с ним общаться. По-разному женщины на строгость мужчины реагируют. Но в целом строгость это не способ вообще женщину вдохновить. Единственный способ женщину вдохновить это ласковые, добрые слова. Когда я это понял, я как бы начал подходить к жене и говорить, вставай, уже утром наступил. Но так как я хотел, чтобы она рано вставала, поэтому приходил слишком рано. И она не вставала. Но потом, так как она не вставала, я еще раз приходил ласково и говорил, вставай. И она тогда открывала на третий раз глаза и говорила, тебе не надоело? То есть не сработала система, я думаю, что же делать? И тогда я ничего не стал делать. Я просто начал вставать рано и сказал ей, я лишь считаю, что ты можешь спать сколько хочешь. Очень хорошо, что ты спишь долго, но если ты от этого заболеешь, я буду тебя лечить. Потому что спать долго все-таки вредно для здоровья, но ты можешь спать сколько считаешь нужно. И она все-таки заболела. То есть она начала болеть от того, что она спала много. И тогда я начал ее лечить. И потом она ко мне подошла и говорит, слушай, я поняла, что надо вставать раньше. Но я не смогу сама вставать раньше. Я говорю, что же делать? Она говорит, тебе надо приходить и будить меня. Я говорю, ну ты же реагируешь вот так вот. Она говорит, а я не буду так реагировать. Но одно условие, я говорю, какое? То есть я ее должен будить еще из условия. Условие такое, что когда ты скажешь, вставай, пожалуйста. То скажи это очень нежно, по-доброму и уходи. Больше приходить не надо. Я буду вставать. Ну это аскеза. Ну ладно, хорошо. Я пришел к ней, сказал очень по-доброму, вставай. Уже рано, пора вставать. Солнце за что? Ты должна быть здоровой. Там и так далее. И больше не прихожу. И она вставала. Она собиралась мыслями, силами и вставала. Понимаете? То есть трудно женщину поднять по силе, но возможно. Для этого надо просто понять правильный подход. И сейчас у нас этот вопрос решается без проблем. Понимаете, каждому человеку в семье надо найти правильный подход. Но знайте это точно, на сто процентов, что норовоучения в личной жизни не работают. Я не заставил свою маму заниматься духовной практикой своего отца. Они это сделали сами. Когда близкие люди видят, что их не трогают, они начинают постепенно интересоваться, как ты живешь, что ты делаешь. А потом меняют сами свою жизнь. Моя жена тоже ходит иногда на мои лекции. Но не для того, чтобы получить от меня знания. А послушать я себя хорошо там, правильно веду или нет. Потом мне все рассказывают, что я сделаю не так. Это нормально, потому что жена, это сердце мужа, она должна помогать мужчине жить правильно. Решать все вопросы его проблем, его трудности в жизни. И это надо принять. Мудрый мужчина тот, который дает возможности, женщина говорит ему о его недостатках. И тогда он защищен со всех сторон, такой мужчина. Если у женщины в сердце пришло вот это чувство, что надо мужу что-то сказать, это Бог уже ему говорит, понимаете? Потому что две личности только правду мужчине скажут. Это жена и наставник. Больше никто. Друзья все. Они вам правду не скажут. Они будут только вам подпевать. Мать тоже, да, родители, да. Родители, жена, наставник. Близкие люди могут сказать правду. Но родители не всегда правду говорят, потому что у них своя идея по отношению к детям. Они иногда эту линию гнут. Это не всегда бывает правдой. Но вот жена и наставник, это две личности, которые точно всегда правду скажут. Это важно знать и надо слушать. А женщины, жилья в России, в каких условиях учительства работают все? Восколько надо власти, чтобы вставать? Надо вставать раньше и вставать раньше. Если условий не хватает, для этого надо молиться, чтобы поменялись условия. Бог поменяет условия. Ну, для женщины не надо в 4 утра вставать. То есть, ну, в 6 утра нормально. Мужчине можно пораньше вставать. Насколько возможно. Но каждый человек должен спать не меньше 7 часов. Не меньше 7 часов надо спать. 7 часов не меньше. Меньше может истощать силу. Если человек не высыпается, он сокращает продолжительность жизни. Нужно спать столько, сколько надо. Это очень важно знать. Но это другая тема. У меня есть лекции «Время, режим дня». Послушайте там все об этом, как жить правильно, там есть правильно и все прочее. Итак, смотрите. Что значит уважение в семье? Означает, мы понимаем, что такое семья. В семье нельзя заставлять близкого человека что-то сделать. Это невозможно. В семье работает только любовь. Если вы заставляете, вы настраиваете человека против вас. В семье работает только добрый разговор, душевный разговор, терпение и личный пример. Придет время, и близкий человек перестанет вас мучить. Знаете, что этот мир устроен гораздо сложнее, чем вы можете даже себе представить. Я погружаюсь в это представление, в это понимание этого мира. Он колоссально гармоничен. Он очень сложен, очень возвышен. И очень трудно даже многим из вас себе представить, насколько он глубок, этот мир. И насколько мы сейчас своей жизнью устроим в себе будущее в жизни. Ведом называют психическое тело человека телом желаний. Какие желания человек культивирует, то он и получит в следующей жизни. Поймите, что если человек не молится, не работает над собой, он не достоин в следующей жизни человеческой жизни. Человеческая жизнь не предназначена для наслаждения. Для наслаждения предназначена животная жизнь. Животные рождаются для разных видов счастья в этом мире. Кошка получает возможность быть расслабленной. Получить нежность в отношениях. Собака получает возможность сказать всем то, что хотела. Она выговорилась в собачьем теле. Потом опять другое, более возвышенное тело. Если кто-то хочет как бы полетать, пожалуйста, куда-то полететь. Мне все снятся острова и удивительные страны. Хорошо. Тело птицы. Налетайся. Потом рождайся человеком. Человеческое тело предназначено для работы над собой. Если хочешь выспаться, тело медведя полгода в году. А если хочешь спать и есть одновременно, пожалуйста, есть такие виды медведей, которые имеют и такие возможности. Например, мишка Каала. Он висит на одной руке, вот спит постоянно. Когда он открывает глаза, он видит перед собой самую вкусную пищу в своей жизни. Это листочки этого дерева, на котором он висит. А там круглый год, лето, и поэтому листочки всегда. И он когда открывает глаза, он так счастливо. Ням-ням-ням-ням. Представляете, какая счастливая жизнь. Ну, такую только. В сказке можно увидеть. Если хотите больше есть, тогда тело коровы. Будете есть целый день, ночью пережаривать. Нет проблем. А если хотите вкусно есть, чтобы вкусно было. Тело свиньи. Не так вкусовые рецепты развиты, что она посмотрите фотки, как свинья ест. Ну, понятно, сейчас у нас другая тема пошла. Это секс. Тогда тело обезьяны. Я когда в Индии учился ведическому знанию, я видел, как обезьяны на заборах... Вообще, как бы, мы отдыхаем. Все эти эротические фильмы там вообще... Такие эмоции, как бы, это все длится долго. Уже надоедает слушать иногда. И по пять раз в день, как видимо. Нормально все, как бы, с потенцией там. Мои дорогие, человеческое тело предназначено для постижения глубины человеческой души. Нет для чего другого. Все остальное нам дается как подарок, просто потому, что мы идем этим путем. Если человек начинает думать о Боге, начинает думать о том, что есть святость, есть святые люди. Начинает поклоняться святыне. Священные писания начинают изучать. Сердце радуется в его груди бесконечно. Даже просто, если обыдно эти темы говорить, сердце уже радуется бесконечно. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, я не могу оторваться от лекций. Я слушаю, 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 слушаю. Я также слушаю лекции своих наставников. Не могу оторваться. Это потому, что сердце радуется, понимаете. Потому, что для этого предназначена наша жизнь, а не для чего-то другого. И когда человек идет вот этим путем, первое, что в жизни он получает, он получает силы жить. Потому, что единственная наша проблема заключается в том, что у нас нет сил прощать, терпеть, принять. У нас нет этих сил, это душевные силы. Это не силы, которые возникают от психологических тренингов, или от гипноза, самогнушения. Я спокоен, я вечно спокоен. Это не работает, понимаете. Где силы возникают от того, что ты установил отношения с тем, с кем ты должен установить. Если ты слушаешь святого человека и с такой же настроением молишься, повторяешь, я желаю всем счастья, кланяешься святыми, то в это время ты занимаешь вечное положение души. Ты начинаешь действовать как душа и делать так, как ты всегда хотел в своей жизни. Просто ты этого не знаешь. Человеческое существо создано для того, чтобы отдавать себя, жертвовать собой, служить. Оно не создано для того, чтобы хватать, хватать, копить. Не для этого оно создано. Счастье настоящее в этом заключается. А служить без знания невозможно. Мы не знаем, что надо близкому человеку. У нас нет знания. Мы только знаем, что от него можно получить. В этом наша проблема. Давайте поговорим о любви и законе вообще. Что за любовь? Что такое за любовь? Вообще такая штука. Там уже пора заканчивать. Поговорили о любви. Да, поговорим. Сейчас будем настраиваться. Ну, 15 минут есть. Понимаете, любовь – самая большая тайна. Вот сколько книг написано, романов о любви. Думаете, это все о любви? Нет. Это все о вожделении. О том, как мы хотим наслаждаться энергией любви. Это все об этом. Никакого знания о том, как строить отношения там нет. Знания о любви содержатся в священных писаниях. Там говорится о том, что такое любовь. Любовь настоящая, она соткана из служения. А не из того, чтобы балдеть кем-то. Я вас любил. Любовь еще быть может. Моя душа и ука сло не совсем. Пусть она вас будет чем-то привозит. Не печалит вас, не черт. Это не любовь. Это привязанность. Любовь означает выполнение своего долга перед человеком. Пытайтесь это понять хотя бы чуть-чуть. Потому что понять это очень сложно. Вот я сейчас вам это говорю. А сам я иногда чувствую, что я хочу доказывать своей жене, как она должна правильно себя вести. Хотя это не любовь. Понимаете, наша психика, она все равно хочет отстаивать свое по-любому. Знания в этом направлении продвигаются туго. Чтобы понять, что такое любовь, почувствовать, сделать так, чтобы близкий человек был бесконечно благодарен тебе в своей жизни. Очень трудно. Но возможно. Я говорю вам об этом, потому что я уже имею в моих отношениях, в моей судьбе эти победы. У меня нет никаких сомнений, что это правда. Нет никаких сомнений. Я вижу тысячи сохраненных семей. Многие люди в каждом городе, каждый раз подходят и говорят спасибо за то, что моя семья сохранилась. Есть только одно правило, которое сохраняется в ее. Не пытайтесь заставить близкого человека не мучить вас. Не пытайтесь это сделать, это невозможно. Он как раз предназначен для того, чтобы нас мучить. Я вам сейчас открою одну тайну, которую, может, вы поймете, может, нет. Ну, мне придется вам об этом сказать. Я уже решил. Как-то так было, что у нас с женой какие-то трудности были. Я чувствовал, что она на меня сердится. Я отстранился от этой ситуации. Начал медитировать выше, выше. И увидел над ней божественное создание, такую женщину. Возвышенную. Есть высшие живые существа, которые связаны с нами, с нашим умом, с нашим характером. Я видел гнев в ее глазах. И что она хотела меня наказать за что-то. Я так не понял за что. Наверное, что-то из прошлой жизни. Или из прошлых моих поступков. Она хотела меня, решительно хотела наказать. Тогда, я когда увидел ее, я так очень смеленно, спасибо за заботу. Я принимаю наказание. Я так повел себя. В этот момент я увидел, что она рассветлела, подобрела и благословила. Это все в одно мгновение произошло. В это же мгновение у жены менялось лицо. То есть, она как бы с желанием наказать меня была настроена. Бац! Я увидел, что у нее совсем другой взгляд. Я был очень удивлен. Я понял, что это высшие силы заставляют человека вести себя так, как он ведет себя с нами. И они же ему дают знания в сердце, почему так надо делать. То есть, человек, когда наказывает нас, он убежден на 200%, что он прав. У него нет никаких сомнений, что это так. Но это еще не конец истории. Конец истории меня ошеломил. Заключается в том, что когда я начал строго извести себя с женой, пытался ей что-то доказывать, я тоже отстранился от этой ситуации и начал медитировать вверх. Но я не нашел ту силу, которая заставляла меня это делать. Это было абсолютной тайной. Сколько бы я не хотел узнать эту тайну, я не мог ее узнать. Человек не в силах узнать о том, почему он мучает близкого человека. И он даже не понимает вообще по факту, что его мучают чаще всего. Понимаете, вот в чем заключается тайна. Она заключается в том, что не надо пытаться избавиться от этих страданий. Надо просто это принять. Понимаете, что имеет право этот мир нас мучить. Надо это принять, просто прощать, просить прощения. И когда человек это все принимает, все отступает, все меняется. То есть близкие люди начинают вести себя по-другому. Пытайтесь это понять. Главное не сопротивляться, а просто прощать, просить прощения. Можно, если чувствуете ситуацию безумная, подстранитесь. Если близкий человек хочет изувечить, живите у мамы на другой территории. Не надо идти на рожок. Если вы не терпите ситуацию, отодвиньте ее. Лучше всего ситуацию переваривать в своем сердце. Запомните, действия в сердце сильнее, качественнее, лучшее, могущественнее и надежнее, чем действия снаружи. Нет смысла вообще ругаться. Рука начинается, останавливайте ее, просто уходя в другую сторону. А потом садитесь с утра и делайте то, что мы сейчас будем делать. Слушаем голос возвышенного человека. И в том же самом настроении, в котором находится он, мы повторяем свою молитву, свои веры. А сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья. Сидеть в это время надо прямо. Нельзя быть расслабленным, потому что решается главный вопрос в моей жизни. Надо сидеть прямо и очень сосредоточен. Следующее, что нужно знать. Обязательно нужно себя кому-то вручить в это время. Потому что твоя сила должна отдаваться. И лучше всего себя вручить тому, во что ты веришь. У каждого человека есть своя вера. Понимаете, я люблю все духовные традиции, которые существуют в этом мире. Чтобы их полюбить, я специально их изучаю. Специально поклоняюсь святым этих традиций. Для того, чтобы получить силу в своем сердце. Понимание гармонии этого мироздания. Что здесь ничего не создано не зря. Здесь все имеет свой смысл, понимаете, в этом мире. И я также советую вам настраиваться. Если вы хотите пойти духовным путем в своей вере, уважайте веры других людей. Поэтому сегодня мы с вами будем слушать неправославную музыку. И мусульмане в Казани сказали, что это не молитвы, а просто прославление Бога. Но в этом плане у меня ничего не поменялось. Потому что мне эти прославления нравятся. И я их вновь включаю. То есть слушаем голос человека, который прославляет Бога. Повторяем, я желаю всем счастья. И вот представляем, вспоминаем святое что-то. И своей веры уже. И кланяемся, и желаем всем счастья. Это то, что мы сейчас будем делать. Если вы думаете, зачем этот концерт нужен, я вам сейчас скажу. Вы даже не представляете, сколько в моей жизни и в жизни моих близких и далеких людей, которые мне говорили об этом, поменялось благодаря этому концерту. Приведу вам простой пример. В Омске одна женщина подошла ко мне и сказала, Олег Геннадьевич, мой сын находится в такой ситуации. Первое. Он не может. Он находится в состоянии психического заболевания. Он заперся в своей квартире. Если мы пытаемся ее открыть, эту квартиру, он начинает суицид. Убивать себя. Он не ест. То есть умирает в голодной смерти. На звонки не отвечает. И не звонит сам. Ну, соответственно, сделать ничего невозможно. Что делать? Я ей говорю, делайте то, что мы здесь делаем. Она говорит, как долго? Я говорю, каждый день и каждый час. И пока вы в сознании находитесь, делайте только это. А как только заснули, не бойтесь, Бог сам вам поможет. Прошло сколько, думаете? Месяц, два, три? Нет? Несколько дней. Она приходит ко мне и говорит. Первое, Олег Геннадьевич, что я почувствовала, что все будет хорошо. У меня в сердце успокоилось. Второе, что я почувствовала, я почувствовала, что как будто бы между мной и ним установился какой-то контакт. Третье, что я почувствовала, я почувствовала, что как будто ситуация начала двигаться. А дальше он мне позвонил и сказал, мама, приходи, я хочу тебя видеть. И все, точка. Она взяла с собой лекарства, подминавшала пищу, взяла еды. Пришла. Он открыл ей дверь. Но больше никому ни ночи звонки, и он никому дверь не открывал. Он начал все это кушать и пришел в себя. Он потом пускал ее каждый день. Так она победила судьбу. Интересно? Я могу рассказывать 3 дня по 3 часа только об этих случаях. У меня их сотни. Вам надо просто принять, что это работает. Поднимите руку, у кого есть такой же примерно случай в нашей жизни. Микрофончик. Что вы сделали? Как вы поменяли с помощью молитвы свою судьбу? У меня был не столь яркий пример, как вы рассказали. Но вот именно такой концерт, как вы сейчас говорите, я делаю не столь упорно, но регулярно. У меня, у мужа была первая семья. И наши отношения очень были тяжелые, натянутые. И жена с дочерью очень сильно заставляли беспокойство. И когда я построила эти концерты в ее честь, у нас все в этом. То есть вы молитесь, вы тогда делаете все. И постепенно все успокаивается. Да. Это абсолютно свой личный пример с опытом. И серебряный. Слушаем голос. Повторяем, я желаю все счастья. Под этот звук стараемся настраиваться так же. И поклоняемся своей святыне. Я хочу жить для тебя. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, я хочу быть ближе к тебе. Я хочу выполнять твои наставления. Когда человек так действует, ему не надо думать о своих проблемах. Проблемы сначала успокаиваются. Сначала в сердце становится спокойным. Потом там появляются проблемы. Потом они успокаиваются. Потом человек чувствует победу в своей судьбе. Потом чувствует силу, что он всегда так может побеждать свою судьбу и так жить. Если вы до этого дойдете, в этом настрой, вы дойдете до того, до чего надо. Вчера я до этого дошел. То есть я повторял с вами, я прошел все эти этапы. Но моя цель была помочь вам. Я чувствовал весь зал. Сначала мне было очень тяжело. Многие люди сомневались в том, что я делаю. Потом как-то зал стал сильным, объединился. И в конце была такая уже сила, такая сердце повторения. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья! 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 Пожалуйста! Сосредоточьтесь! Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого Светлого в вашей судьбе, и очень благодарен вам за то, что вы были со мной все эти три часа всего. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.